Приветствую вас. Существует два момента, вот два момента есть, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент заключается в том, что свое исцеление, как вы говорите, начинать нужно с полного разрыва контакта с человеком. Как бы это не звучало. То есть полный разрыв, контакт с человеком, полный разрыв. Обначает, что вам нужно уйти с работы. Раз вы его видите, раз вы с ним пересекаетесь, раз вы как-то с ним все равно взаимодействуете и так далее. Необходимо, необходимо полностью разорвать любой контакт и полностью исключить мужчину из сферы вашего восприятия. Это первое. Да, я понимаю, я понимаю, что это будет тяжело, я понимаю, что вам придется менять работу, но тем не менее, никаких «но» здесь быть не может. Раз тянет физически, раз вы себя уже откровенно переступаете, раз вы себе откровенно вредите, то тут как бы вообще без вариантов действовать и поступать только так. Других вариантов нет в принципе. Это первое. Второе. Второе касается того, что он вас притягивает, как вы говорите, физически и духовно. Ну, то есть физически и психически. Вот. Притягивает вас. Тут на самом деле тоже момент достаточно интересный. Притягивает это что вообще? То есть что конкретно вас в нем притягивает? Конкретно. Чего-то хочется вам. Что-то нужно вам. Вот. Ну, от него. От него. Или как? Вот как все происходит? Понимаете? Понимаете? Какая штука. Вот это нужно выяснить, на мой взгляд. Вам. Потому что момент очень важный. Дело в том, что любая зависимость, вот в данном случае мы говорим о вашей зависимости, имеет под собой в основе, именно желание, именно потребности, ваши потребности. И какого рода эти потребности, на мой взгляд, нужно выяснять. Вот. И работать уже именно с ними. Но только после того, только после того, как вы полностью исключите свое взаимодействие с ним. Почему? Потому что, какую бы работу вы с тем же психологом не проводили бы, вам стоит с ним встретиться, да? Стоит вам его увидеть. И все. И все, по сути, опять вернется на круги своя. Вот. Значит, обратите внимание на то, что человек делает выбор. Он делает выбор в пользу той девушки. Другой. Человек с вами расстается. То есть тут, на самом деле, не столь важно, почему он это делает, да? Не столь важно, как он это делает, не столь важно, что им движет. движет, например. Важно, что это все-таки происходит. Вот. И если вы человека любите, вы, кстати, не сказали, как вот, как вот, не в отношении к мужчине там. Если вы человека любите, то вам надо бы его выбор принять. Но ничего этого не происходит. Никакого выбора его вы не принимаете. То есть такое ощущение, да, что вы, ну, решаете с ним, ну, встречаться, да, например, решаете с ним взаимодействовать. Тут вы пишите, что у нас происходит секс. Моментально, моментально, значит, уходя от ответственности своей. Своей. То есть вот я вам сейчас процитирую. Значит. Так. Я решил расстаться. Значит, он не хотел. Ну, для меня очень болезненно было видеть их вниз. Да, вот почему болезненно было, в чем болезненность, она до сих пор не знает, я решил, что он мраз. Окей. Вы решили, что он мраз. Супер. Вы решили, да. Вы знаете, что они живут вместе. Но он часто пишет, что скучает по мне, хочет меня обнять, приехать, поговорить. Я сдаюсь. Вот что происходит-то в этот момент, когда вы пишите, пишите, что сдаёте. Что происходит с вами в этот момент? Это очень важно. Когда вы сдаёте, вы решаете это сделать. Вы описываете данный процесс как нечто такое, вот, знаете, ну, как нечто неосознанное. А я говорю вам, я вам говорю, что этому процессу следует придать гораздо большую сознательность. Вот. гораздо большую осознанность необходимо этому процессу придать. Другой вопрос, эээ, заключается в том, эээ, хотите ли вы это делать? То есть, эээ, ну, как вам хочется. Вот. Понимаете, какая стора? Вот, вот, примерно так, примерно. Так. А мне, мне кажется, вам и нужно действовать в таком ключе и в таком, в таком направлении. Вот. Дальше. Так. У нас происходит секс, пишите вы. Тоже очень важный, я считаю, момент. Почему? Почему? Почему очень важный момент. А, потому что вы не поясняете здесь, вы не поясняете здесь, а, того, как это происходит. Эта история. То есть, эээ, ну. Грубо говоря. Как происходит так, что вы, вот. Соглашайтесь на секс, к примеру, а ведь это важный момент, это важная история для вас, опять-таки. Это нужно разбирать. Дальше, так, я-то ненавижу его, блокирую комбакт, удобно уставчат, но опять же, это эмоциональные качели, да, то есть вы не понимаете, не отдаете себе отсчет в том, что с вами происходит, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. Вот. Ага. На мой взгляд, с эмоциональными качелями тоже необходимо работать, потому что вот низкий эмоциональный интеллект, который вас прослеживает здесь, ну, это, конечно, достаточно, достаточно серьёзная проблема, вот. Ага. Так. Меня он притягивает физически-эмоционально, но вот это вот тоже нужно рассмотреть, да, то есть вполне возможно, что у вас есть именно любовная зависимость, там у нас сексуальная зависимость есть, то есть это, опять же, ну, нужно подкорректировать, раскрыть, с чем она нас притягивает, вот, когда я представляю, что он не спит, у меня всё тело от боли сжимается, а вот в чём боль заключается? Так вот, просто давайте это разберём, вот в чём заключается боль. А если, опять же, да, если приплажить, если приплажить, что человека вы любите, да, ну, просто вот у вас есть к своему любовь, если мы предполагаем, вот этот момент. И любимый человек поступает так, как ему, там, грубо говоря, хочется, да. Вот, то есть любимый человек, ну, делает выбор, вот, собственно, в пользу нашей, там, другой девочке, да, вот. То есть он, грубо говоря, решает, да, вот он просто решает, он решает, там делать что-то. вот, вот, скажите, пожалуйста, как вы, как вы это воспринимаете? Что он решил? Что он вы, он сделал выбор, он действительно выбор, свой сделал, он действительно, он действительно поступил определённым образом. И если вы его любите, да, если вы его любите, и если мы говорим о том, что любовь это, значит, условно говоря, принятие, вот, если мы так говорим, то вам нужно его выбор принять. Но вы, выбора его, выбора его вы принять не можете. Такое ощущение, да, что вы не можете принять его выбор. так вот у меня вопрос к вам. А как же тогда вы относитесь-то к нему? Что же он тогда для вас значит? Какое значение он тогда для вас имеет? Понимаете? Какая штука. Вот. Если вот так мы говорим, говорим об этой ситуации. Вот. То есть здесь вот нужно, как-таки, смотреть и решать. надо смотреть и разбираться. Разбираться с тем, значит, что вы чувствуете, как вы чувствуете, ну и так далее. Вот. На мой взгляд, это очень важно. Вот. Дальше вы пишите, значит, мы работаем вместе. Как побороть зависимость? Юля, я вам скажу честно, что зависимость не поборует. Зависимость раскрывается. Вам необходимо именно раскрыть свою зависимость, которая у вас, ну, совершенно очевидна. Конечно, есть, да, зависимость ваша. Она есть, безусловно. Вот. Но ее нужно не подавлять, а ее нужно раскрывать. Раскрыть ее нужно. Вот. А вы хотите ее подавить. Зачем-то? Вот. Для чего-то. Раскрыть вопрос, а может быть, вы, ну, всегда так поступали? То есть, может быть, вы всегда стремились подавить свои какие-то, какие-то, ну, свои желания какие-то, чувства там и так далее. Вот. Может быть, я опять же говорю, я не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, все не так, не так на самом деле. Вот. Ну, очевидно, что вот у вас постановка вопроса, да, постановка вопроса, что вот, как мне справиться, как мне избавиться, вот. Постановка вопроса, это очень, такая она, негуманная, в общем-то, она негуманная по отношению к себе. Она, скорее, это постановка вопроса жестокая по отношению к себе. Жесткая, я бы сказал, даже по отношению к себе. Смотрите, какая штука. Вот. И она, конечно же, не нацелена на то, чтобы вам было, ну, чтобы вы чувствовали себя, там, к примеру, да, как-то, ну, по свободе, например. Вот. То есть, эта позиция, она, ну, такое впечатление, что она как-то вот, ну, нацелена на негатив больше для вас, опять же. Вот. Так что, мой вопрос к вам, он вот такого, типа, как часто вы склонны, склонны себя, значит, подавлять? Как часто вы себя подавляете? Свои какие-то вот желания, свои какие-то чувства, вот как часто вы занимаетесь тем, что, значит, подавляется? Это, ну, насколько часто этот процесс у вас происходит? Вот. Вот, в принципе, так, я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, вопрос зависимости, это всегда, ну, как и сказала, в общем, моя коллега, да, тут какие-то вот такие рекомендации, советы, обычные не помогут. То есть, что это всегда, как правило, зависимость связана с заниженными с наценкой, со страхом одиночества. Вот. А, значит, там могут быть еще какие-то факторы, да, вот, которые, ну, которые, на первый взгляд, не очень очевидны. Вот. И все они могут влиять, конечно, влиять, конечно же, на вас, безусловно. Вот. То есть, это нужно, опять же, смотреть, выяснять, корректировать, вот, и так далее. И вот, значит, в результате этой работы, в результате, значит, формирования у вас самодостаточности, и самодостаточного взгляда на себя. Вот. Я полагаю, что можно будет, ну, к чему-то прийти. И я полагаю, что может быть вам помочь. Вот. Ага, дальнейшее, на самом деле, зависит от вас. Вот. То есть, от вас, насколько вы готовы к работе. Вот. И, собственно, готовы ли вы вообще к работе. Вот. Ну, то есть, мне представляется ситуация вот такой. Мне представляется ситуация вот такой. Ну что ж, на этом, я думаю, всё. Можно закончить. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я надеюсь, что вы для себя новое что-то, значит, вынесли из моего ответа. Вот. Так что, очень надеюсь, что поддолкну вас к размышлению на какие-то темы. Вот. Надеюсь, надеюсь, что вы для себя всё-таки что-то новое извлечёте из моего ответа. Вот. В целом, настраивайтесь как-то вот на работу, да, на работу с психологом. Вот. Настраивайтесь на взаимодействие с психологом, настраивайтесь на консультации. Вот. Я вас не пытаюсь сейчас пугать, не пытаюсь сейчас как-то, может, вам что-то внушить. Я просто говорю о том, как вот обнять дела. Вот. Потому что проблемы зависимости – это системная история. Вот. И появилась она, ну, скорее всего, скорее всего, ещё раньше, до того, как вы стали с этим мужчиной общаться. Вот. Она родом, эта история из вашего детства. Вот, скорее всего. То, что обеспечивает вам наличие вот этой зависимости, то, что обеспечивает вам, ну, условно говоря, такое вот поведение. Вот. Соответственно, здесь, опять же, ситуация немножечко усложняет тот факт, что вы обвиняете мужчину. Вот. То есть, вы, ну, склонны, как бы, его обвинять. Вот. Это не самый лучший расклад на самом деле. Вот. То есть, обвинять его вы, конечно, можете. Обвинять его вы, конечно, можете. Но толку от этого никакого на самом деле не будет. Потому что, ну, все равно вредить и вредить вы будете. Если и будете, то только себя. Вы только себе будете вредить. Вот. Вот. К сожалению. Так, что он от обвинения человека вам лучше отказаться всё-таки. Вот. А вредить ответственность на себя за то, что произошло. И тогда вам будет, вы станете на путь исцеления. Вот. Поверьте, как если вы поймёте, чего вам не хватает, вот глобально, в глобальном смысле, чего вам не хватает. Ну, это всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.